Накануне празднования юбилея Агаты Кристи, Глеб и Вадим Самойловы встретились с корреспондентом программы «Публичные люди» Николаем Маркозовым. После интервью коллега пришел в редакцию крайне задумчивым. Думал много. И вот что у него получилось. Я скажу, мы сказочный коллектив, скорее всего. Очень веселое шоу. Как настроение? Сейчас будет еще хуже. Улыбаются губки, улыбаются ручки, улыбаются ножки и живот и спина. Улыбаются кошки, улыбаются мышки, улыбаются черви. В кучу дерьма. Тоска без начала. По мнению высоколобых музыкальных критиков, музыка группы Агата Кристи не веселая, если не сказать больше, мрачная и депрессивная. Красной нитью в творчестве коллектива из Екатеринбурга проходят темы смерти, могил, безнадеги и одиночества. Основатели Агаты Кристи, братья Глеб и Вадим Самойловы утверждают, что повальная депрессуха – это их коронная фишка. Хандрят братья часто, поэтому тоска смертная – основной стимул в творчестве музыкантов. В том-то и вся суть нашего творчества, что мы от депрессии не избавляемся, мы в нее вживаемся, пытаемся понять ее изнутри, выжать из нее все творческое, что она может нести в себе, и, может быть, сублимируя ее в музыку, как-то избавиться. Как ни странно, в общине музыканты оказались вполне доброжелательными людьми. Сказали, что парни они компанейские. Однако гитарист группы Вадим Самойлов сразу предупредил – пишите только правду, не то хуже будет. Ну, например, если я неправду напишу в желтой прессе, я готов разбить нос любому журналисту. И, кстати, делал это неоднократно. Журналист, которому он убьет морду, получит то, чего он хотел, в принципе. То есть ему этого-то и нужно было – получить не такую непосредственную грубую животную реакцию от известного артиста, для того, чтобы использовать ее дальше. Поэтому бить морды журналистам – это просто лить воду на их мельницу. Лить воду на мельницу программу «Публичные люди» депрессивные братья Самойловы не стали, потому что я поклялся рассказать о них правду, только правду и ничего, кроме правды. Впрочем, как всегда, если кто-то решил, что рассказать про Самойловых правду, не нарвавшись на их кулаки, легко, пусть попробует сам. Как утверждают музыканты, это только на первый и второй взгляд многим кажется, что тексты песен Агаты Кристи – полная хинея и бессмысленный набор слов. Ты любила все свои игрушки, ты заткнула маме рот подушкой, чтобы никто не выдал секрет, чтобы мне никто не дал ответ. Для того, чтобы понять глубинный смысл этих шедевров, ну, хотя бы с третьего раза, необходимо серьезная подготовка. Начинающим поклонникам своего творчества братья Самойловы рекомендует сходить, например, в районную библиотеку, дабы поднять свой образовательный уровень. Если уж копаться в музыке, то копайтесь, пожалуйста, серьезно в ней. Прочитайте хотя бы ту литературу, которая прочитана была нами, прежде чем текстом написать. Послушайте эту музыку, шнитки хоть послушайте один разочек, фильмы посмотрите, а потом уже пишите об Агате Кристи. Как и все уважающие себя отечественные рок-музыканты, братья Самойловы – самоучки. Уральские самородки говорят – всему, что мы умеем, обязаны книгам. Их любимые авторы – Гофман, Кастанеда и Ницше. Кроме того, Вадим увлекается чтением книг по радиоэлектронике. А Глеб, оказывается, имеет, естественно, не связанный с музыкой диплом. У меня есть совершенно бесполезные сейчас корочки, то есть удостоверение кинодемонстратора, дающего право демонстрировать учебные фильмы, а также художественные фильмы на кораблях речного и морского плавания на отечественных кинопракционных аппаратах типа «Радуга» и «Украина». Если вновь опустится железный занавес и будут срочно изыматься все видеомагнитофоны, то, может быть, да, достанут из шкафов запыленные аппараты «Радуга» или «Украина». Я подойду, вставлю туда пленку с фильмом, ну, скажем, «Экипаж», например, и буду показывать его матросам. Братья Самойловы говорят, что в начале своей карьеры они невольно копировали манеру исполнения своего кумира Вячеслава Бутусова. Некоторое время Агату Кристи даже называли «дочерним продуктом» наутилуса Помпилиуса. Что самое интересное в прямом смысле слова. Когда мы прилетели на первый рок-фестиваль в город Казань, еще никому не известная группа Агата Кристи, то мы вышли с трапа самолета, подошли к автобусу, который нас встречал, и увидели округлевшие глаза администратора, который нас встречал. Они ожидали увидеть женскую группу. Мнение, что Агату Кристи в основном слушают девочки-тинейджеры, ошибочно. Оказывается, среди поклонников группы немало взрослых мужчин. Порой встречаются и представители нетрадиционной, а может быть уже и традиционной сексуальной ориентации. По словам музыкантов, подобные меломаны наиболее настойчивы в своих ухаживаниях. Когда она была беременна, моей жене, бывшей, долго звонил молодой человек с обещаниями, что она, сучка, до 9 месяца не доживет. Вот, по причине того, что он ревновал очень ее ко мне. По словам Глеба Самойлова, мерзавца он вычислил с помощью брата и его книжек по радиоэлектронике. Соорудив самодельный определитель номера, он узнал телефон негодяя, нашел его адрес, ворвался к нему в квартиру и загнал агрессивного гомосексуалиста в такую депрессию, из которой обычные люди не выбираются уже никогда. По признанию музыкантов, свою природную агрессию они чаще всего прячут в глубинах творческого подсознания. Свободны от работы и разбора к времени, они чаще всего предстают милыми и любвеобильными душками. Как-то я в одном из клубов, в общем, понравились мне все девушки разом, они все были так частично знакомы, я поехал и купил всем цветы, человек сорок их было, что ли, я не помню. Произвел впечатление. Сейчас братья Самойловы разведены, в том смысле, что не женаты. Впрочем, они не были никогда женаты, вернее, были, но не друг на друге, а на посторонних девушках. Во как. Уже несколько лет братья Самойловы ведут холостяцкий образ жизни. Правда, Глеб собирается жениться повторно. Вадим пока своего согласия на брак никому не давал. Новая избранница Глеба – 22-летняя дочь продюсера группы Агата Кристи Ани Чистова. Я считаю, что первая любовь у меня сейчас. Все, что было до этого, не идет ни в какое сравнение с теми чувствами, которые я сейчас испытываю. И которые испытывает, надеюсь, моя избранница. Вадим Самойлов надеется, что родственные связи его брата с продюсером заставят Глеба бережнее относиться к деньгам. За всю свою 15-летнюю деятельность музыканты не смогли обзавестись даже собственными квартирами. По словам артистов, раньше большую часть своих гонораров они часто тратили на покупку наркотиков. Как известно, деньги на это нужны немалые. А запрет на употребление вышеуказанных стимулирующих препаратов на территории России братья Самойловы считают исторической несправедливостью. Я вообще считаю, что наркотики запрещены, а алкоголь разрешен только потому, что Евразия открыла Америку, а не наоборот. Если бы был наоборот, если бы индейцы нас открыли, то все бы тут нюхали кокаин и не знаю, еще что бы делали, а спиртная. А огненная вода была бы запрещена и за нее бы сажали в тюрьму. Что касается алкоголя, то я с ним периодически борюсь. То есть не пью месяца по два, например. Потом бывают срывы, конечно. Сейчас, на данный момент, снова не пью. Так что, ну, с алкоголем русский человек так он и живет. То ненавидит его всеми фибрами души, то бросается уже совершенно какой-то непоятный разгул. В последнее время музыканты из группы Агата Кристи стараются вести здоровый образ жизни. Они стали избирательными в еде, в связях, запрещенных стимулирующих средствах и оба заметно похудели. Говорят, лишний вес начал мешать их концертной деятельности. Самойловы настолько измучили всех вопросами о правильном питании, что даже официанты порой не знают, как реагировать на просьбы рок-звезд. Официант, а можно мне чашечку кофе? Да кто ж вас знает, можно вам кофе или нельзя? Группе Агата Кристи 15 лет. Удивительно долгая жизнь для столь необычной команды. Их музыку нельзя отнести ни к коммерческой, уж больно мрачная и депрессивно, ни к рок-музыке, депрессия уж больно попсова. До недавнего времени жанр, в котором работает Агата Кристи, сами артисты называли самодеятельная песня ужасов. Что будет дальше, они пока не знают. Жизнь меняется, говорят Самойловы, да и возраст уже не тот. Я уже добрался до такой, до критической почти черты, до сорокалетия такого, после которого начинается что-то другое, мне еще пока не извиняло. Но все, что я должен был испытать до сорока лет, мне кажется, я уже испытал. КОНЕЦ КОНЕЦ